Встреча с Виктором Березовским Блоки на трассе здоровья. От кого защита? Дни Одессы в Турции. Футбольный клуб «Черноморец» продолжает подготовку ко второму кругу чемпионата Украины. Правительство предлагает предоставлять статус участника АТО только военнослужащим и ускорить эту процедуру. Об этом в ходе заседания правительство заявил премьер-министр Ашсений Яценюк. Статус участника АТО, по его словам, статус участника боевых действий должен предоставляться исключительно тем, кто с оружием в руках защищает Украину. Это Министерство обороны, то есть Вооруженные силы, Главное управление разведки Минобороны, МВД, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, СБУ, Госспецсвязи, Служба внешней разведки, Государственная служба охраны, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которые сейчас вывозят людей из зоны АТО. Государственная пенитенциарная служба и служба спецтранспорта, те, кто ремонтирует дороги и железную дорогу и под обстрелами пытается восстановить инфраструктуру, заявил Яценюк. Верховная Рада приняла закон, согласно которому Виктор Янукович лишен звания президента Украины. За соответствующее решение парламента проголосовал 281 народный депутат. Обычно звание президента остается за лицом, которое покинуло этот пост на всю жизнь. Как уже сообщалось, инициативой лишить Виктора Януковича звания президента выступили народные депутаты Тимошенко, Ляшко, Тетерук и Скуратовский. Для проекта «Стена» по укреплению границы с Россией изготовили первые 4 километра ограждений. При этом общая длина границы Украины и России составляет более 2000 километров. Первую партию выпустил Харьковский завод имени Фрунзе. В настоящее время продукция передана заказчику и помещена на временное безоплатное хранение на склад завода имени Фрунзе. Предприятие готово отгрузить продукцию по первому требованию, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации. Общая стоимость контракта – 1 миллион 700 тысяч гривен. Несанкционированные въезды на трассу здоровья перекрыли бетонными блоками. Как передает издание Думская НЭД, два погрузчика в сопровождении патрульного автомобиля ГАИ перегородили бетонными блоками более 10 несанкционированных въездов на трассу здоровья, которыми пользовались владельцы технических иномарок представительского класса. Как сообщил источник издания в Горсовете, работы начались еще вчера вечером, а полностью закончены сегодня днем. В региональном управлении ГАИ сообщили, что на трассу здоровья будут пускать лишь технологический транспорт, машины скорой помощи, ГСЧС и электромобили, перевозящие отдыхающих по маршруту. Контролировать въезд на трассу здоровья будут сотрудники ГАИ и муниципальных служб. На территории Одессы находятся 365 бомбоубежищ. Адреса сооружений гражданской защиты и информация о них отмечены на карте, которую презентовало региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Самое большое бомбоубежище вмещает 1200 человек и находится на улице Косовской возле завода Краян. Судя по карте, больше всего бомбоубежищ в центре города, но там они рассчитаны на 80-200 человек каждая. В то же время на территории области насчитывается всего 74 объекта гражданской защиты. В Одесской специализированной школе номер 17 состоялась акция в поддержку украинских воинов, антитеррористической операции «Тепло наших сердец» для воинов АТО. Во время проведения акции было собрано огромное количество писем и рисунков, в которых дети выразили свои стремления к миру и единству Украины, пожелания воинам-защитникам. Письма, рисунки и подарки от детей передали бойцам 28-й Одесской механизированной бригады. В ответ солдаты прислали детям флаг Украины с автографами и пожеланиями мира и счастья. Как сообщила пресс-служба мэрии, с помощью волонтеров школьники уже трижды отправляли в зону АТО для украинских солдат подарки, сувениры, теплые вещи и продукты питания. Сотрудниками отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Одесского городского управления милиции за получение неправомерной выгоды задержан заместитель директора одного из техникумов Одессы. Об этом сообщает Главное управление МВД Украины в Одесской области. Чиновник потребовал денег от предпринимателя, который намеревался разместить объект торговли на территории указанного учебного заведения. Но мужчина понимал, что требования представителя администрации техникума неправомерны, поэтому обратился в милицию с заявлением по данному поводу. Следствием было начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 368 принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины. При проведении следственно-оперативных мероприятий милиционеры с поличным задержали 60-летнего злоумышленника, который взял денежное вознаграждение в сумме 4000 гривен за возможность осуществления торговой деятельности. В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении указанного правонарушения. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией. Продолжается досудебное расследование. В Одессе на городском маршруте номер 9 объединен график движения троллейбусов и маршрутных такси. Как сообщает пресс-служба Одесской мэрии, с 1 февраля в тестовом режиме налажено движение городского электротранспорта. По троллейбусному маршруту номер 9 в едином графике с движением маршрутных такси номер 9. Установлен единый интервал движения транспорта в 6-8 минут. Кроме того, количество троллейбусов на линии увеличено с 8 до 15 машин. Также на линии работают 4 троллейбуса, приспособленные для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Единый график движения городского транспорта позволит оптимально распределить пассажиропоток, исключить излишнюю наполняемость в маршрутных автобусах и сократить время ожидания транспорта на остановке. В дальнейшем департамент транспорта планирует организовать единый график движения для всей сети городского транспорта. Кроме того, уже сейчас на троллейбусном маршруте номер 9 началась наладка бесплатной сети точек открытого беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Вчера одесский черноморец провел сразу два спарринга на учебно-тренировочных сборах в Турции. Разными составами моряки сыграли сначала с австрийским клубом Шольцгреди, а затем с румынским коллективом Газметан. В первом противостоянии подопечная Александра Бабича, по сути молодежный состав, достойно сражались с австрийцами, но в итоге проиграли со счетом 1-2. Хотя, пропустив первыми в самом начале дуэли, сумели отыграться сразу после перерыва. Победу же Шольцу принес реализованный пенальти. Черноморец выступал в следующем составе. Без рук Мартыненко, Петько, Смирнов, Луценко, Мурашов, Яворский и четыре просматриваемых футболиста. На замену выходили Насеми, Григоренко, Новиков, Потароченко и два футболиста, которых тренерский штаб моряков просматривает. В матче с румынами Бабич использовал уже тот состав, который, судя по всему, будет основным в весенней части сезона. Вернулись в расположение клуба Артем Филимонов и Олег Данченко, вместе с молодежной сборной Украины, выигравшие товарищеский турнир, проходивший в Турции. Как и в первой встрече, Черноморец пропустил быстрый гол уже на третьей минуте, однако во втором тайме, на 72-й минуте, Виталий Балашов восстановил паритет. Встреча так и завершилась ничьей. 1-1. И о погоде завтра в Одессе. Дождь, но при этом столбик термометра не опустится ниже нуля. Температура воздуха плюс 3-7 градусов тепла. Оставайтесь с Академией, наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях. А я, Виктор Березовский, прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»